ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 СТОНГ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Ах, Николас, ты увидишь, как я умею любить и прощать, и моя любовь угаснет вместе со мной, когда перестанет биться своё бедное сердце. И несовестно тебе, я, твоя верная жёнушка, заперла тебя в себя на замок и буду верна тебе до могилы. А ты, вот туз-то этакий, изменял мне, встраивал сцены, а целым неделям оставлял меня одну. Сударня, там кто-то спрашивает вас, хочет видеть. Ну ты же сказал, что после смерти мужа я никого не принимаю. Сказал, да он и служить не хочет, говорит, очень нужное дело. Не принимаю. Ты ему говорил, но леший какой-то, рукается и прямо в комнаты прёт, у столовой стоит. Ну хорошо, проси. Какие невежеи, как неделикатные люди. Что им надо от меня? Почему они не оставят меня в покое? Нет, на их правду придётся уйти в монастырь. Да, монастырь. Балман, не могу это разговаривать. Осёл! Сударня, честь имею представиться, отставной поручик артиллерии, землевладелец Григорий Степанович Смирнов, прибыл к вам по очень важному делу. Что вам угодно? Ваш покойный муж, которого я имел честь знать, остался мне должен по двум векселям 1200 рублей. Так как мне завтра платить проценты в земельный банк, я просил бы уплатить мне деньги сегодня. 1200? И за что же мой муж остался вам должен? Он покупал у меня овёс. Овёс? Ну-ка, так ты же не забудь приказать дать тебе сегодня лишнюю осьмюшку овса. Если Николай Михайлович остался вам должен, то, разумеется, я уплачусь. Но сегодня у меня нет свободных денег. Мой приказчик приехал в город и вернётся только послезавтра. И я сразу расскажу, чтобы вам всё выплатили. А сегодня, простите, я не могу исполнить вашего желания. К тому же, к тому же сегодня ровно 7 месяцев, как умер мой муж. У меня сегодня есть такое настроение, что я не расположена заниматься денежными делами. А у меня сегодня такое настроение, что если я завтра не заплачу процентов, он будет вылететь трубой вверх ногами. У меня пишут имение. Я, кажется, ясно сказала. Приказчик вернётся из города, тогда и получите. Деньги мне, ну, да, я сказал. Вы всё равно не плачуете. Окей, да, потом. Ну, да, ну, да. Варик, ну, какой. Ну, да. Вестой. А, да. Вестой. А, да. Она присоединяется. Ну, извините, сегодня у меня нет денег. А у меня нет? Ну, возможно, это послезавтра. Ну, я не могу сейчас заплатить. Стало быть, не можете заплатить. Не могу. Это ваше последнее слово? Да, последнее. Последнее положительно? Да, положительно. Покорнейше благодарю. Так и запишем. А ещё хотел, чтобы я был хладнокровен. Встречается мне сегодня акцизный. И спрашивает. А чё это в сердце, Григорий Степанович? Помил. Как вам всё мне не сердиться? Нужны до зарезу деньги. Встал вчера чуть свет, объехал всех своих ложеков. Ой, по один доплатил. Намаялся, как собака. Начал, чёрт знает где. Сегодня приезжаю за 70 верст от того, думаю, получить. А меня угощают настроением. Да как же мне не сердиться-то? Я, кажется, ясно сказала. Приказчик вернётся, тогда и получите. Я приехал не к приказчику, а к вам. Такой леший, извините за выражение, сдался мне ваш приказчик. Милости вы так дать. Я не привыкла к подобным выражениям и такому тону. Я не желаю вас в этом. Слушайте, пожалуйста. Настроение. Семь месяцев назад муж умер. А мне надо платить проценты или нет? Я вас спрашиваю, мне надо платить проценты или нет? Ну, муж у вас умер. Настроение. И всякие там фокусы. Приказчик готовил, чёрт возьми. А мне что прикажете делать? Улететь из своих кредиторов на воздушном шаре? Или разбежаться и тропнуться башкой стеной? Приезжают грузди. Вот дома нет. Ярославич спрятался. Курсом поругался. Насмерть чуть его в окно не вышвырнул. У мазутого калерина. А у этой настроения. И однако ноль я не платит. Всё потому, что я их избаловал. Да нюня, тряпка, бабка. Слишком я с ними деликатен. Ну, погодите, узнаете вы меня. Я не позволю на собой шти, чёрт возьми. Останусь здесь, пока она не заплатит. Ой, как езжал. Как должен аж под жилки трясуться. И дыхание захватило. Чёрт. Чего вам? Принеси мне квасу или воды. Ну, какова логика? Такой, да зарезал жилье. Хоть свежийся. А она не платит. Видите ли, не расположено заниматься денежными делами. Настоящая женская, курнюрная логика. Вас потому-то я не любил. И не люблю общаться с женщинами. Там нелегче сесть на бочку с порохом, чем пообщаться с женщиной. Ой, юбка, мой мороз по коже берёт. Как меня разозлил этот шлейф. Ну, хоть тисто любить, пойти сказать. Как меня уже трясёт. Хоть караул кричи. Парни больные, я не принимаю. Пошёл. Больные не принимают. Не надо и не принимать. Я останусь здесь. Буду сидеть, пока не получу. Делю будешь больна, Я неделю просижу. Год будешь больна. Я год. Я свою возьму, матушка. Меня не тронешь трауром. Да ямочками на щеках. Знаем мы эти ямочки. Девян, распрягай. Мне скоро уедет. Я здесь расстраиваюсь. Прикажи, что я сохраню, что у тебя в овса. Я тебе в гостина лево-почетная запуталась в вашу. Чего? Я тебе пока живу ничего. Уй, скверно. Гора. А тут ещё денег никто не платит. И этот шлейф с настроением. Что вам? Лём. Веди меня. Ещё голова болит. Можете? Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Что вам? Лём с коватки. Нечего сказать. Хороша фигура. Весь в пыли. Сапоги нечищены. Не умы. Не причесаны. Жилетки какая-то. Солома. Маренька, не будь решила, что я разбойник. Ну, да ничего. Я тут... Не хорошо, конечно, такую виду костюм являться. Да ладно. Я тут не гость, а кредитор. Кредиторам же костюм не заказан. Много вы позволяете себе, сударь? Кто? Я? Я ничего. Я просто завариваюсь. Молчать нависался лешине на нашу голову. Призлай, лёгкая. Как я зол, как я зол. Так зол, что каждый стервой секс прошёл. Аж дурно делается, человек. Молчать, как вы считаете. Я в своём недвижении давно отвлекла от человеческого голоса. И не вношу кровь. Убедительно прошу вас, не нарушайте мой покой. Захватите деньги, и я уеду. Я вам русским языком сказала. Свободных денег у меня нет. Подождите до послезавтра. Я вам тоже русским языком сказал. Деньги мне нужны не послезавтра, а сегодня, если вы мне сегодня не заплатите, то завтра я должен буду повеситься. Что же делать, если у меня сейчас нет? Как странно. Значит, не можете заплатить. Не могу. Не могу. Лично. В таком случае я останусь здесь, и буду сидеть. Послезавтра заплатите. Отлично. Я и до послезавтра посижу таким образом. Вот так и буду сидеть. Да я вас спрашиваю, надо мне завтра платить проценты или нет? Или вы думаете, что я шучу? Милостивый государь, не кричите. Здесь не конюшня. Я вас ни о конюшне спрашиваю. А о том, надо мне завтра платить проценты или нет? Вы не умеете себя держать в женском обществе? Нет, я умею держать себя в женском обществе. Нет, не умеете. Вы невоспитанный и грубый человек. Порядочные люди так с женщинами не разговаривают. Удивительное дело. Слышите, пожалуйста. Мог же с вами разговаривать. По-французски, что ли? Мадам, живу при. Как я счастлив, что вы не платите мне денег. Ах, пардон, что побеспокоил. Какая чудная нынче погода. Этот траур вам так к лицу. Не умной и грубо. Не умной и грубо. Я не умею общаться с женщинами. Да на своем веку я видел женщин больше, чем вы, воробьев. Из-за трех я стрелялся. Двенадцать женщин я бросил. Девять бросили меня. Да, было время, когда я рассыпался бисером, медоточил, шаркал ногами, взбыхал, страдал, любил в прошлом нежном чувстве половину состояния. Но теперь слуга покорный. Теперь меня не проведешь. Очень черные, очень скрасные, алые губки, ямочки на щеках, луна, шепот, робкое дыхание. Все это я теперь и медного гроша не дам. Я не говорю, а все пересоскываешь, но вся женщина, мало да велико, ломаки, кривляки, сплетницы, гунишки, обманщицы, логика вас смутительная. А что касается, вот этой штуки? Убейте, любой воробей, любому философу в юбке, десять очков вперед, посмотришь на это поэтическое создание. Исия, эфир, полубогиня, миллион восторг, а заглянешь в душу, обыкновеннейший крокодил. Самое возмутительное, этот крокодил, почему-то вопрошу, что его привилегия, нежные чувства. Да повесьте мне, черт возьми, вот на этом гвозде, вверх ногами. Эта женщина, умеет любить кого-нибудь, кроме баллона? Любить женщину, умеет? Ныкать, да распускать нюни. Там, где мужчина страдает и жертвует, там вся ее любовь выражается в том, чтобы вильнуть шляху, крепче ухватить за нос. Скажите мне, по-честной истории, честно, видели ли вы женщину, которая была бы искренна, верна и постоянно в любви? Не видели, не постоянно, а не только руки, да уроды. Позвольте, так кто же по-вашему верен и постоянен в любви? Не мужчина ли? Да, мужчина. Мужчина, ха-ха-ха, мужчина верен и постоянен в любви? Скажите, какая новость? Да какое право вы имеете это говорить? Мужчины верны и постоянно. В школе на то пошло? Так я вам скажу. Из тех мужчин, каких я только знала и знаю, самым лучшим был мой муж. Я любила его страстно, самозабвенно. Как может любить только молодая, мыслящая женщина? Я отдала ему свою молодость, и жизнь без счастья, своё состояние, дышала ему, молилась на него, как язычница. И что же? Этот лучший из мужчин самым бессовестным образом обманывал меня на каждом шагу. После его смерти я нашла полную коробку любовных писем. А при жизни ужасно вспомнить, по целым неделям оставлял меня озну, на моих глазах ухаживала за другими женщинами, изменял мне, всорил моими деньгами, шутил над моим чувством, несмотря на всё это, долюбила его и была ему верна. Кроме того, вот он умер, а я всё ещё верна и постоянно. Я заперла себя в четырёх стенах и до могилы не сниму Траур. Траур, ты за кого вы меня принимаете? Будто я не знаю, о чем вы заперли себя в четырёх стенах и надели это чёрное домино. Это что, таинственно, поэтично? А едет какой-нибудь юнкер или куцый поэт и скажет, что здесь живёт таинственная Тамара, которая из любви к мужу погребла себя в четырёх стенах. Знаем мы эти фокусы. Что? Да как вы смеете говорить мне всё это? Вот вы покрепли себя заживо, однако не забыли напудриться. Да как вы со мной разговариваете? Милочка, я вам не приказчик. Позвольте выражать свои мечты прямо, а что вы даете мне выражать вещи своими именами называть. Не звольте кричать. Это не я кричу, а вы кричите. Извольте оставить меня в покое. Заплатите деньги, и я уеду. Не дам я вам денег. Нет, дадите. Вот назло уже ни копейки не получится. Извольте уходить. Сударыня, я не имею чести быть неважным супругом, ни даже женихом, поэтому прошу не устраивать мне сцену. Я этого не люблю. Вы сели? Я уйд. попрошу вас уйти. Отдайте деньги. Кукьюзул, кукьюзул. Я не желаю разговаривать с нахалами. Покиньте мой дом, немедленно. Вы не уходите? Нет. Нет? Нет. Ну, хорошо же. Ну-ка, выведи этого, господин. Сударь, извольте уходить, когда вилят. Не жига тут. Молчать? С кем разговариваешь? Да у тебя из тебя салат сделаю. Патюшки-угодники. Ох, дурно, дурно воды. Даша, Даша, Филосея, где же все? Где же все? Ох, все по ягодам ушли. Никого дома нету. Дурно воды. Извольте убираться вон. Не угодно ли вам быть повешливее? Что? Да вы мужик, бурбон, монстр. Как? Что вы сказали? Я сказала, что вы мужик, бурбон и монстр. Какое право иметь оскорблять меня? Да, оскорбляю. Ну так что же, вы думаете, я испугалась вас? А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то можно оскорблять безнаказанно, да? Барьеру? Патюшки-угодники воды. Стреляться? Если у вас здоровые кулаки, любитщее горло, вы думаете, я боюсь вас? Бурбон вы таки. Барьеру? Кому не позволю оскорблять себя и не посмотрю. что вы женщина, слабое создание. Медведь, медведь, медведь. Пора отрешиться от предрассудков. Только мужчины обязаны отвечать за оскорбление. Равноправие есть, равноправие, черт возьми. Барьеру. Стреляться хотите? Извольте. Сию минуту. Сию минуту. После мы уже остались в пистолете. Я принято внизу их. Каким наслаждением я прострелю ваш медный лоб? Черт вас возьми. Я прострелю ее, как цыпленка. Для меня не существует слабых созданий. Ни мальчишка, ни селиментальный щенок. Батюшка родимый, сделай такую милость. Пожалей ты меня, старика. Уйди ты отсюда. Напужал до смерти, да еще стреляться собираешься. Стреляться? Вот это и есть равноправие, эмансипация. Тут оба пола равны. Вот стрелю ее из принципа. Но какова женщина? Черт возьми, прострелю медный лоб. Раскраснелась, глаза блестят, вызов приняла. Первый раз в жизни такую вижу. Батюшка, уйди. Я сапечно Бога молюсь. Эта женщина, настоящая женщина, не кислятина, не размазня. Огонь, порох, ракетах даже убивать жалко. Батюшка родимый, уйди. Она мне нравится, положительно нравится. Ямочки на щеках она нравится, готов ей даже долг простить. И злость прошла. Удивительная женщина. Вот пистолеты. Но прежде чем мы будем драться, извольте мне показать, как надо это делать. Я ни разу в жизни не держала в руках оружие. Спаси, Господи, помилуй. Пойду за дом и кучера поищу. И откуда эта напасть взялась на нашу голову? Видите ли, сударыня, существует несколько сортов пистолетов. Здесь специально дуэльные пистолеты Мортимера. А это это у вас револьверы системы Смит и Вессен. Тройное действие с экстрактором центрального обоя. Прекрасные пистолеты. На таким минимум 90 рублей за пару. На этом револьвер нужно так. Глаза, глаза. Зажигательная женщина. Так? Это так. Зачем вы поднимаете голову голову немножко назад прицеливаете нажимаете вот этим пальцем вот на эту штучку. Больше ничего. Но главное не горячиться. Целиваться не спеша. Стараться, чтобы рука не дрогнула. Хорошо. В комнату стреляться неудобно. Пройдемте в сад. Пройдемте. Но предупреждаю я выстрелю в воздух. Этого еще не хватало. Почему? Потому что потому что это мое дело. Почему? Струсили? Нет, сударь, вы не виляйте. Извольте идти за мной. Я не успокоюсь, пока не продырявлю вашего лба. Вот этого лба, который я так ненавижу. Струсили? Да, струсил. Ужете? Почему вы не хотите драться? Потому что потому что потому что вы мне нравитесь. Что? Ха-ха-ха-ха! Я ему нравлюсь. Он смеет говорить, что я ему нравлюсь. Можете? Послушайте, стариня, вы все еще стердитесь? Я уже чертовски запишен. Понимаете, такого рода история. Видите ли, такое дело. Кто разъявил, что вы мне нравитесь? Понимаете? Я почти влюблен. Отойдите от меня. Я вас ненавижу. Какая женщина еще подобного в жизни не видел? Пропал, погиб, попал в мышеловку как мышь. Отойдите прочь, я буду стрелять. Смотрите, вы представляете, какое это счастье смирить подглядываете чудных глаз и вальвера, который держит там маленькая бархатная ручка. Думайте и решайте сейчас, потому что если я сейчас уйду, то мы больше никогда не увидимся. Решайте. Ренин, порядочный человек, имеет 10 тысяч годового дохода, подает пулей в подброшенную копейку, имеет отличных лошадей. Хотите быть моей женой? Приляться в барьеру. Пропал, погиб, влюбился как мальчишка, как дурак. Я люблю вас. Люблю, как никогда не любил. Мятцы женщин я бросил, девять бросили меня. Меня дудик не любил, так как вас. Разремонился, рассиропился, раскист, стою на коленях, руку предлагаю, стыд и срам. Пять лет не влюблялся, дал себе за рот и вот втюрился, как оглабля в чужой кузов. Руку предлагаю. Да или нет? Не хотите? Ну и не надо. Постойте. Ну? Ничего, уходите. Впрочем, постойте. Нет, уходите, уходите. Я вас ненавижу. Или нет? Не уходите. А как я зла, как я зла, как я зла, текли пальцы от этой мерзости. Ну что вы стоите, убирайтесь. Прощайте. Да-да, уходите. Куда же вы, постойте. Ступайте, впрочем. Не подходите, не подходите, как я зла. Я зол, влюбился, как мальчишка, как гимназист. Стоял на коленях, руку предлагал. Аж мороз по коже дерет. Я люблю вас. Очень мне нужно было в вас влюбляться. Да завтра проценты платить все на коз. А тут вы. Никогда себе этого не прощу. Прочь, руки, к барьеру. Батюшки. Ступа, ты прожишь сам поконюшки, чтобы доме сегодня вовсе не давали отца. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»